приветствую всех доброжелательно сегодня поговорим про один секретик тонкий касательно звукоизвлечения про него многие не знают гитаристы некоторые знают а некоторые даже не используют осознанно причем зря и у меня сегодня поговорим да почему они не используют и это большая глупость значит принципе видео уже на моем канале есть ссылка будет в описании про то как это все играется да сегодня я просто внизу небольшие уточнения и немножко осветим эту проблему с другого ракурса значит речь идет о звукоизвлечения с предварительным приготовлением пальцев да и с таким небольшим нажимом до середину струны то есть эти две вещи они разделяют до приготовления и нажим поскольку нажим предполагает уже легкое приготовление приготовление предполагает уже как минимум легкий нажим да поэтому они там плюс минус связаны вот поэтому просто этом я это называю техника контроля но это я придумал чай название я не знаю как называется самом деле двух словах покажу что это означает вот смотрите да значит мы играем допустим арпеджио это очень серьезная штука именно в арпеджио она везде дает преимущество в пассажной технике просто в ре на гитаре да какие-нибудь там ну в общем когда все по чуть-чуть дойдет но особенно в арпеджио по шарпеджио без этой штучки вообще просто в принципе ну будут звучать в основного хуже же но не так ровно не так надежно вот значит суть давайте допустим на арпеджио рассмотрим значит вы играете примеру там какую-нибудь просто арпеджио да бас там и по порядку да струны идут вот значит как ты играешь бас у тебя уже заранее приготовлен указательный палец да и он же как бы чуть-чуть туда в струну вдавлен когда вы собираетесь играть указательным среднюю уже стоит приготовленный да ведь и так далее найдет мизинец меня уже приготовлен я только собираюсь играть мизинцы мне уже палец двигается сюда да то есть как бы чуть-чуть раньше да он поступает на струну раньше там на куда секунду или доли секунды да раньше чем предстоит ему звукоизвлекать эту струну да вот еще раз вот вас уже нажатая на ведь причем так сильно нажатая струна проваливается но я вам скажу чем медленнее темп тем можно больше нажимать и прямо аж вообще пальцы туда прям туда пропихивать да и это будет только давать вам классный эффект конечно чем скорость быстрее тем этот нажим уходит да в принципе даже понимаете если вы даже будете делать не так смотри здесь вы будете уменьшите степень этого приготовления то есть не когда вы играете вас уже стоит а как бы просто чуть раньше видите смотрите раз то есть якобы его он еще я уже играю этим пальцем указательным да когда играю это еще не стоит но я как бы буду играть ими немножко раньше ставлю ну короче это тоже самое только в меньшей степени то есть чуть-чуть чуть позже и приготовления там на доли секунды но все равно это чувствуется я рекомендую первый вариант то есть такое прям очень заранее видите такое приготовление еще до звукоизвлечения потому что вы туда просто поймете вообще прочувствовать это если вы не поймете тогда вы не сможете это легкое делать приготовление потому что у вас вообще не будет не голого приготовления вот значит поэтому что это дает, смотрите, поговорим про физику, там, да, про, короче, само построение, да, этого приема, а вот вариант обычный, да, когда играете, смотрите, да, видите, как пальцы у нас двигаются, с воздуха, как бы, да, вот разница, понимаете, здесь раз, видите, нет никакого приготовления, просто с воздуха набрасывается удар на струну, да, вот так играют все новички, это сто процентов, даже сто один процент, некоторые там прошаренные это знают, ну, очень мало, на самом деле, и потом используют эту штуку, да, а вот еще раз повторяю вариант приготовления, видите, смотрите, как у меня пальцы, даже визуально очень заметно, да, еще раз без и сын, вот, давайте поговорим, значит, в чем разница, если вы играете обычным арпеджио, да, с воздуха, да, так сказать, с размаха просто, то у вас, понимаете, вы, ну, можете попасть на струну, можете не попасть, ну, хорошо, допустим, вы молодец, вы там много занимаетесь, вы всегда почти попадаете в струну, да, то есть у вас арпеджио не теряет ноты какие-то, да, и не только арпеджио, касательно и пассажной техники, да, какой-нибудь, да, вот, и если вы не теряете, да, то это все, это касается не только арпеджио, но еще и какой-нибудь там пассажной техники, кстати, да, там тоже имеет место приготовления, ну, это я сразу просто по ян, да, вот, допустим, будет, как оно звучать с приготовлением, стакката будет звучать, да, это понятно, потому что вы, как бы, этим приготовлением струну глушите, да, заранее, но потом поговорим позже об этом, да, значит, смотрите, с воздуха, да, и даже если вы молодец, у вас все, все в это попадаете, но это не факт, во-первых, очень далеко не факт, что будете прям везде попадать, там, одна нотка, может, какая-нибудь там где-то раз, и пальчик чуть-чуть там где-то промахнулся, потому что вы, ну, как бы, чуть-чуть рандомно, да, там пуляете пальцы свои, вот, а здесь, как бы, никуда струна не уходит, пока ты ее не прочувствуешь, вы не будете ее извлекать, да, то есть, тут, как бы, на автомате уже ты прочувствовал струну, палец извлек, прочувствовал, извлек, прочувствовал, извлек, прочувствовал, извлек, да, и так далее, но самое главное даже не то, что там ты попадаешь, попадаешь, а то, что сила удара будет одинаковая, вот в чем фишка, то есть, Что такое арпеджио? Это, прежде всего, что? Это легкость, ровность. Вот ровность очень важно, чтобы все было ровненько. Что такое неровность арпеджио? Это либо разные интервалы между нотами, либо разная динамика внутри самого арпеджио. То есть, одна нота громче, другая тише. И то и другое как раз помогает вот эта техника контроля, будем называть ее. То есть, ваш звук становится одинаковым по громкости и по интервальности тоже. То есть, это контроль. Вы контролируете эту штуку всю. Давайте такой пример. Вот мне нравится. Представьте, что вы снайпер. И вам нужно стрелять в цели какие-нибудь, в людей или еще кого-то, в мишени. И вы, ну это надо быстро все делать, и ваша задача, просто как бы ведя в сторону, двигаясь, 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 вы должны, короче, попадать в цель. Смотрите, вот двигаясь, да, без остановки. И у вас выстрел, 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 да. Вот. А теперь, представьте, другой вариант. Перед каждым выстрелом вы делаете микроостановку и прицеливаетесь, да. Так, раз, вот тоже двигается рука у вас, допустим, одна цель здесь, такой раз, хоп, остановился, чуть прицелил, остановился, прицелился. Ну это все в темпе, да. Конечно, если медленно двигаться, то можно и вообще без прицеливания попадать, да. Но если там прям вот такая скорость будет у вас, то лучше, конечно же, делать микроостановочку, да, как бы такой контрольчик прицеливания, да. Вот. Аналогично здесь, то есть вы как бы прицеливаетесь. Это дает надежность, эта техника дает надежность и ровность, да, вашему арпеджио. Это прям сильно дает она. Ну не только арпеджио, повторюсь, да. Вот. Или, допустим, вам надо будет двигать мебель какую-нибудь, например, там, ну или машину, да, вот. И вы начнете ее двигать, и у вас два варианта тоже. Первый, допустим, вы просто на нее набрасываетесь сразу, вот. Вот вы стоите, допустим, тебя друг просит, слушай, помоги эту тачку толкнуть, что-то она у меня заглохла там. Вы такой раз, сходу, на нее набрасываетесь вообще, да, вот идете прям и даже не останавливаясь, раз, взапились и толкаете. Нет, как вы будете делать, вы такой встанете, чуть мышцы напряжете, в землю вкопались, да, почувствуете почву под ногами, да, вот такой раз, поднапрягся чуть-чуть и все проверил, да, мышцы работают, упор хороший, наклон тела, то есть там правильное место, в которое будете толкать, да, то есть там не сбоку где-то, а где-то, например, в центр, да, машина. Вот, так же самое, это тоже, видите, такая, как бы техника контроля такая, вы сначала себя приготовляете, да, вот, прежде чем толкать, что-то. То же самое здесь, вы, как бы, себя приготовляете пальцы, прежде чем будете его извлекать. Вот такая вот суть в двух словах этой фишки, да. Теперь смотрите, хочу ответить на возражение, потому что мне как-то писали там, по-моему, где-то или в ВК, или в Фейсбуке, я уже не помню, несколько раз, или один раз, не помню, что кто-то там из гитаристов, я уже не помню, кто, типа, сказал, что эта техника вообще ни в коем случае не использовать ее в RPG, причем есть такие гитаристы, по-моему, ну, есть такие хорошие гитаристы, действительно хорошие. То есть какой-то чувак, он переписывался с этим гитаристом, там, ну, таким выступающим, по-моему, даже, да, вот, я записываю сейчас, потом, да, ну. То есть какой-то чувак переписывался с этим гитаристом, и этот гитарист этому чуваку сказал, что вот ни в коем случае, то есть он спросил, что ты там думаешь про технику вот этого вот приготовления, которое, в принципе, довольно известно, да, ну, довольно известно в кругах таких прям тонких, высоких профессионалов, да, и ему сказали, Ему сказали, что ни в коем случае, не просто сказали типа, да не надо, лучше там, это бесполезно, а вообще сказали, что ни в коем случае, я спросил, а он мне потом слова тебе передает, мол, ты знаешь, мне сказал там кто-то, что вот, короче, я ему говорю, спроси какой аргумент, то есть почему нельзя приготавливать, и я ответ не услышал, то есть либо этот чувак не спросил, либо тот гитарист не ответил, я не знаю, короче, ребят, но аргументов нету там никаких, потому что, объясняю почему, первый мой аргумент, смотрите, значит, во-первых, я эту технику не с рождения, да, усваивал, ну, в смысле, не с первых там, не с музыкальной школы и не с училища, а перед четвертым курсом музыкального училища, вот, и меня научил этой технике Юрий Фомин, да, он очень известный в Киеве, то есть я там к нему ходил на частные уроки, да, иногда, параллельно там участь, ну, не часто ходил, потому что я, как правило, у него, все, что он говорил, я с первого раза наматывал на ус, то есть, там, меня надо было пять раз, она тоже, да, то есть, он сказал мне, там, вот есть такая техника, нажим приготовления, это был, помню, первый урок, перед летом, там, конец учебного года какой-нибудь, там, май, по-моему, был, июнь, что-то такое, и вот, помню, я помню, все лето, я, короче, сидел в медленных темпах, все, один рассказал, показал, все, знаете, бывает, вот, людям говоришь, мне как дауны, ну, ты везде такой, вот, в зале я работал, да, в спортсфере, тоже говоришь одно и то же было человеку, просто делай так, подними руку вот именно в таком угле, а не в таком, да, там, а он, короче, типа, ну, ему говоришь каждый раз, так, месяц, год, он вообще, ну, идиот просто, ну, таких много бывает, или тоже на уроке, там, да, кто-то, кто преподавает гитару, там, одно тоже надо сказать, да, потому что, ну, один раз, ну, хорошо, иногда два, это если ты забыл, ну, всякое бывает, забыл, вылетел из головы, да, но когда ты имбецил, то тебе надо говорить сто раз, вот, поэтому он мне сказал один раз, все, я понял, все, и я в три месяца, там, ну, два, там, сколько, лета, все, я переучивался, да, то есть, я тут все, там, какие-то вещи свои, там, нарпежий, какой-нибудь собор, да, условно, там. Играл вот так, нет, даже быстро, в таких темпах я играл. Вот так вот с этим приготовлением, то есть, с ощущением струны, как говорится, да, эту технику вообще, знаете, как можно назвать, техника ощущения струны, да, потому что, ну, реально, вот, тут не надо, прям, может быть, даже такое, какое-то делать сильно резкое приготовление, в будущем, когда вы уже научитесь делать резко, такое, прям, сильное приготовление, приутрированное. В будущем можно дать же такое легенькое делать, просто вы уже, вот, научитесь, да, со временем просто понимать, что вы ее чувствуете. То есть, вы потом можете ее технику в любой момент выключать, да, вот сейчас могу ее сыграть без этой техники просто, с воздуха, да. Можно, можно включить, то есть, это просто, ну, так вот, раз, и все, да, делается, если вы это все умеете делать. Вот я вот это все переучивал и все, и потом я к чему говорил. Аргумент по тому, что есть с чем сравнивать. То есть я играл в училище почти все. То есть 3 курса всего 4. Я играл в музыкальной школе, я играл там вот это все без нажимов, без всяких приготовлений. И я знаю и сейчас могу так играть, то есть с чем сравнивать. Это не то что там заучил, и поэтому это не слепое какое то знаете у меня постулирование этой техники Odd Samethok compliments. это именно осознанно да и есть чем с вами тема на своем опыте сказать что эта техника крутейшая штука вообще бомбезнейшая незаменимая вещь особенно для арпеджио или посаженный там еще ладно арпеджио сто процентов всем играть да вот теперь второй аргумент да ну вот там почему может быть я же не знаю мне никто не говорил какие аргументы против этой тени просто их не быть не можно не знаю что может быть такого но я предполагаю сейчас выскажу свое предположение что может быть эти люди которые говорят что нельзя так играть арпеджио может быть они просто думают что в космической скорости тоже надо оставлять приготовление такое вот это конечно же не так смотрите эта техника отрабатываются исключительно в сильно медленных темпов просто в медленных средних и даже в быстро но не в очень быстро то есть если вы играете как псих там да то есть ну арпеджио такое сумасшедшее то эта техника во первых она автоматически отключается потому что пальцы не могут просто не могут делать приготовление еще и нажим туда ну как они там со скорость там по 20 минут секунду там несколько может ну не 20 но но 10 точных не такие здесь 15 но я знаю что я играю там фолью даду и помню засекала там эту вариацию пассажно там мне что выходило 15 нот секунду или сколько не помню ну да опять же еще быстрее там же просто машешь да правой рукой не надо чем менять да левая то есть там где-то ну 15 нот секунду Какое-то, может быть, приготовление, да, ну, какое, ну, никакого, правильно? Вот, и поэтому они думают, что да, вот оно, типа, там будет тебе тормозить, ты не сможешь в быстром темпе играть, ну, вот, может быть, за это, может быть, по этой причине они так утверждают. Но если не по этой причине, я больше не вижу никакие другие, потому что, да. Вот, поэтому, ребята, если вы думаете, что эта техника вам будет как-то замедлять скорость, то она автоматически сама отключается. Давайте вернемся к примеру нашему, который, вот, с прицеливанием, да, или с толканием, да. Хорошо, допустим, вы поработали, там, три месяца, вот, с микроостановкой, да, вот вы стреляете каждый раз в скорости, в средней, да, какой-то, да, такой, или быстрой даже. Но потом ваш, там, какой-то капитан, ваш командир роты сказал вам, чтобы вы, например, очень быстро стреляли, то есть вам надо менять, цели будут появляться очень быстро, то вам надо всех, там, поражать, прям, вообще, 10 целей в секунду тоже, например, там, или 5 хотя бы, да, то вы не успеете делать, ну, сделать прицел, вы не сможете остановиться, да, ну, вот так вот, просто не успеете. Но, если вы до этого отрабатывали в средних темпах с прицеливанием, то у вас какая-то останется такая легкая, ну, какое-то вот такое вот прицеливание тоже, оно не будет заключаться в остановке в этой секундной, да, но как-то вот вы будете чувствовать лучше вот эту вот мишень, да. То же самое с мебелью, да, если вы будете толкать какую-то мебель, если вы до этого тело напрягали правильно, приготовливались, то есть, ну, это там потребовалось вам 5 секунд, да, чтобы встали там перед толчком, напряглись там, да, и так далее. Вот, и если вы до этого, там, 5 лет практиковали такое, то потом, если вам скажут, тоже вам скажут там какой-то ваш господин, начальник, что давай все, короче, надо 5 машин, надо сразу их толкать с ходу, с прыжка, короче, просто набрасывая все и толкаешь, то, имея практику, вы уже знаете, куда надо стать, вы уже знаете, как мышцы напрячь, и вы сможете без вот этих вот приготовлений всяких, вы уже на опыте, вы сможете это делать лучше. Аналогичная ситуация с гитарой, то есть, когда вы в космических темпах отключаете, она сама отключается, во-первых, да, ну, если кто-то не отключается, можно просто так раз, и типа, ну, как бы, если у вас было до этого, вы всю жизнь играли без этой техники, то вам легко будет ее отключить, просто как раньше, раз, и начинаете играть, вот, то у вас как бы остается какое-то ощущение, вот это слово ключевое, да, то есть, вы уже как бы не приготовляете пальцами, да, вы там ничего не вдавливаете в сторону, но у вас какое-то вот такое ощущение струны, вот, что-то остается, это прям заметно очень, да, когда играешь, и оно отражается на надежности, там в кооприценте, не знаю, там 50% вырастет, к примеру, там, не знаю, сколько там, то есть, ну, в разы будет меньше, там, какие-то промахов, в разы меньше будет какие-то неровности, да, и так далее. Конечно, вы себя не застрахуете в космическом темпе от вообще полной идеальной чистоты, да, вот, хотя в среднем, если будете играть с нажимом, да, вот с этим, то вы там застрахуете себя, ну, не знаю, вообще все ноты будут звучать, наверное, там, ну, может, какие-то очень редкие, да, что надо быть каким-то, не знаю, про тема лузером, чтобы в таком темпе пропустить ноту, да, какую-то, с нажимом играя, да, вот с этой техникой. То есть, давайте я сейчас поясню, да, что такое быстрый темп, что космический, значит, вот в таких темпах, вообще, если вы будете сейчас ее учить, вот технику, вот с нуля, то надо вообще прям брать, вот так вот, не знаю, по одной ноте играть, там, в таком темпе, прям, пока вы не... пока вы не поймете, да, в чем свой, пока ни пальца не будет чувствовать, да, вот в эти разы я уже нажал, да, потом, ну, уже так вот, допустим, я сейчас, если буду, опять же, какой-то там отрабатывать, проснулся, не разыгранный какой-нибудь, там, да, условно, там, вот так сажусь, примерно, ну, вот так вот, с ощущением струны, да, вот оно пошло. Ну, где-то в таком темпе буду играть, да, вот. Первый раз, ну, когда сел за гитару только, да, прочувствовать все, то есть это медленный темп, да, темп средний, там, уже второй, третий раз, когда, там, или какой-то десятый, вот, где-то так оно будет, да. Вот я сейчас чувствую, как у меня идет приготовление, я прям, это ощущается, это, то есть, от меня, да, там, смотреть, ну, ладно, за руками, это все прекрасно ощущается, понимаете, вы прям четко чувствуете каждую струну, понимаете, что вы, как бы, продавливаете всегда. Теперь я сыграю в быстром темпе, ну, быстро настолько, при котором еще сохраняется эта техника, это тоже по ощущениям, я могу говорить, да, вот сейчас, к примеру, такой где-то будет темп. Она остается, я им серьезно говорю, меньше уже, но остается. Я прям чувствую, как я вот, прям, ну, вот, вдавливается, да, туда. То есть, это уже темп, в принципе, считается, ну, такой, которым там немногие играют, да, в дитюде. То есть, уже как бы аргумент не работает этих людей, которые бы, ну, аргумент предположительный, да, что вот, типа, вы, она будет вас замедлять, то есть, она даже в таком темпе, это довольно быстрый темп, она не, ну, она не исчезает техника, то есть, ее не надо отключать. А теперь я вам покажу тот темп, в котором я отключаю уже, да, ну, это вообще прям такой бешеный, да, темп. И так далее, да. То есть, в таком темпе она уже отключается, хотя вот какая-то все равно остается какое-то такое легкое ощущение струны, может быть, даже она не совсем полностью отключается. Ну, это надо там заморачиваться, под микроскопом там изучать, остается на линии, да, но я так ощущаю, что вроде почти не остается. Там, кстати, была одна ошибочка чуть-чуть, видите, потому что не осталась техника, она палец где-то там слетел чуть-чуть, вот, а если бы вот оставалась бы она этой техникой, он бы никогда не слетел, потому что он бы просто знал, что пока ты не станешь на струну, ты не имеешь права играть. Ну, палец, да, он знает такие вещи, да. Вот, поэтому, ребята, это все чушь по поводу того, что эта техника какая-то там, да, то есть я вам советую ее настоятельно, это просто вещь незаменимая. Вот такие дела. Значит, ну, допустим, давайте еще какой-нибудь пример с этим этюдом тоже вот. Кстати, в этом этюде, в силу того, что арпеджо такое чуть-чуть, ну, немножко как бы такое с наворотами, там такое закрученное, навороченное, да, то есть непростое, да. Я, наверное, здесь все-таки ее отключаю раньше технику, это я прям чувствую, да. То есть у меня вот сейчас темп вроде не быстрый, да, вот такой вот, ну, быстрый, но не космический, да, то есть не бешеный, да, вот, допустим, такое. Я уже чувствую, что ее, ну, уже она так, остается этой технике немного, да. Я еще чувствую, да, что струны, да, как бы, ну, но уже не так сильно. А вот сейчас попробую быстро, да, ставить прям в бешеном, и тогда я же буду знать, что она точно, да, у меня все, ее нет. Видите, уже пальцы чуть-чуть заплетают. Ну, и сейчас просто не в форме чуть-чуть. Этот этюд давно не играл, то есть он его может быстрее чуть-чуть сыграть, да, и чище немножко. Короче, ребята, какой вывод? Значит, даже если вы будете ее в быстрых темпах, даже если не в быстрых, а в бешеных, будете отключать эту технику, ну, она сама будет отключаться, то все равно остается чистота. То есть вот этот опыт, практика, она в пальцы все равно привыкает попадать, и играет с одинаковым звуком. Все. То же самое касательно у нас с пассажной техникой. Вот, допустим, какую-нибудь взять там. Я сюда эту вариацию привожу в пример, ну, такая она чисто, да, вот, пассаж и все, там, с репризой, да. Ни басов здесь ничего нет. Ну, в смысле нет там двойных нот таких, просто тупо шпаришь, да, ага, ну, такую вот технику гамм-образную, да. Вот сейчас была средняя эта техника, я ее не сильно включил. Вот сейчас включу сильно, смотрите. Видите, стакката пошла, да. Вот, и это очень, да, стаккат играть, и оно прикольно. То есть вы тоже себя приучаете, как бы с запасом, то есть палец как бы приходит в свое время, это как, знаете, как прийти на работу чуть раньше. То есть, нет, давайте так, это как выйти на работу, вот только что пришло мне в голову, надо просто записать этот пример идеальный. Вот эта техника, знаете, она, ее можно подобить, как вот ты заранее выходишь на работу, вот там где работа, серьезно, где-нибудь там не заработаешь, какой-то серьезной организации, и ты сюда выходишь заранее, чуть-чуть, на 10 минут, чтобы прийти, я, допустим, на работу на 9, ты приходишь так, чтобы быть без 10, а ты без 15. А почему? А вдруг там пробка будет какая-то, больше, чем обычная там какая-то, или там ты сидишь и там на метро ездишь, что может быть такое быть, что там, ну, мало ли что, в Литии застрял там, или еще где-то там, в общем, с таким запасиком, и ты потом все равно в любом случае успеваешь, там где-то что-то там, не знаю, в общем, какая-то неприятность по дороге, ты, ну, если она, конечно, большая, ты не успеешь, понятное дело, но какие-то маленькие такие, да, ты себя застраховываешь, вот, то же самое с этой техникой, то есть, вот это, когда ты играешь ее тоже и варпедже, и в пассажном варианте, да, то есть это как раньше, как заранее выйти на работу, на всякий случай, ты, как бы, палец ставишь чуть-чуть на всякий случай, раньше, и шанс промаха уменьшается, вот, да, если по одной струне, да, вот, конечно же, вот, чем отличается арпеджио от пассажной техники, тем, что эта техника здесь выключается уже на таких скоростях, не на бешеных, а на вот просто быстрых уже, потому что, ну, стакката ты не сможешь играть, у тебя будут струны захлебываться, ноты будут захлебываться, вот смотрите, сейчас играем просто по одной струне, чтобы было понятно, вот, видите, все нормально пока, да, о, уже не звучит пару нот, не, сейчас звучит, вот сейчас, все, видите, потому что ты палец сложишь, а надо играть этот, а это уже стоит другой, да, то есть прежде чем сыграть этот палец, этот уже глушит, и он просто не звучит, да, получается, то есть это такая скорость не сильно большая, смотрите, да, вот, ну, как бы, да, большая, но не такая прям бешеная уже, да, и тем не менее уже здесь ты не можешь играть, так же самое будет на этом месте, допустим, видите, уже все пошло, стакан уже глушится, да, уже немножко звук начинает пропадать, да, если еще быстрее, сейчас я не сырою, я не играл сто лет, да, эту штуку, в быстром темпе, то, как бы, ну, все, поэтому здесь она отключается раньше, чем в случае в арпеджио, в арпеджио струны разные, да, то есть ты играешь по разным струнам, там никого стакката не будет в принципе, да, вот, здесь это понятно, поэтому, ребята, вот такие выводы, да, у нас, но еще аргумент третий, да, в пользу этой техники, то есть, такой, как бы, немножко самохвальный, да, придется себя похвалить чуть-чуть, ну, там, кто не знает, вот я вам сейчас поставлю кусочки видео, там, я когда в форме был, иногда я бываю, прихожу форма, на гитаре, там, раз в пять лет, вот, и, то есть, техника у меня хорошая, да, в принципе, ну, ну, что-то скрывать, я же не буду, там, прям, говорить, ой, так плохо я на гитаре, ну, как есть, да, то есть, вот, и, ну, то есть, вот, такой аргумент третий, личного примера, да, можно назвать, то есть, техника у меня хорошая, значит, я вам фигню не посоветую, да, скорее всего, не факт, то есть, это, как дополнение, этот аргумент третий, как просто, такой, косвенный аргумент, да, уже, то есть, а этих первых два, да, что, повторяю еще раз, первое, это, у меня есть чем сравнивать, я утверждаю, что на основании своего сравнения, что эта техника, она, ну, оказывает существенное влияние, да, в положительную сторону, второй аргумент, то, что она отключается при желании, и в быстрых темпах она отключается автоматически, и третье, то, что, как бы, вот, у меня, типа, вроде все нормально, с пальцами, фу, руки не с жопы выросли, ну, конечно, чуть ли с жопы, я бывает замечаю, у меня какие-то мизинцы кривые, не знаю, что с ними происходит вообще, такие вроде как уже давно, лет 20, наверное, или вообще с рождения, как переломанные, вот, если я руки расслаблю, смотрите, на мои мизинцы, если видно, здесь, не знаю, какие-то, это серьезно, я говорю, это я его сейчас не искусственно сгибаю, да, вот, левый, правый, такое же, а, как-то оно у меня, вот, такое, то есть, немножко руки жопы, хорошо, но, в принципе, техника нормальная, да, так, ну, все, ребят, надеюсь, все, отца. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова